Важное здание мы обсуждали, а именно спецсобытия, приуроченные в той или иной дверь. И, по-моему, очень много было для каждого участника, очень много каких-то ценных мыслей и идей. Проходит в целом, по-моему, мне кажется, не скучно, с каким-то таком хорошим соединение серьезного разговора о проблемах театра и такого фантазийного, что мы постоянно пытаемся возбуждать свою творческую фантазию. Придумываем какие-то невероятные прилагаемые обстоятельства, каких-то нами самим сконструированного театра и пытаемся в рамках этой фантазийной ситуации вырабатывать какие-то решения. Но это, по-моему, такой путь игровой, хотя театр как без игры, эти игровые модели, они, по-моему, как раз очень как-то неудивительно приближают нас к реальности. Да, они нас как-то, с одной стороны, носят в эмпиреи, вроде бы, да, парадоксальным образом, в эмпиреи какого-то такого, да, идеальных придуманных ситуаций, а с другой стороны, позволяют с точки зрения этих эмпиреев нам более четко и конкретно видеть в ряде наших собственных коллективов. По крайней мере, мне интересно как одному из участников, хотя и с некими руководящими функциями. Смею надеются, что и слушателям, и участникам интересны также. Впечатления очень хорошие, то есть я рад, что набралось такое количество людей, и многие, ну, грубо говоря, вообще-то практически все дошли до конца, несмотря на то, что спорный очень формат. И вот это важное, что мы все сейчас, находясь в каких-то разных точках, не имеющих возможности вместе встретиться, не ограничились в количестве, а именно вся эта группа, и нашли какую-то общую точку, общую коммуникацию, на самом деле, общее какое-то время, в котором мы вместе проживали. И, опять же, судя по фидбэку и какой-то обратной связи, очень многим это дало, ну, какое-то новое понимание или там свежее, или какой-то способ, возможность пересмотреть то, чем они занимаются. И, в общем-то, в этом была моя цель, и я рад, что этой цели мы, как мне кажется, вместе с вами смогли достичь. На наших занятиях прекрасная, замечательная педагога из города Санкт-Петербург Ирина Алексеевна Агеева прежде всего просит актера через свое тело, через свою пластику, через свои эмоции пропустить какие-то движения, изучить эти движения, чтобы потом передать куклу. Потому что, наверное, кукла-марионетка – одна из наиболее человечных кукол по своей конструкции, по своей функциональности, ее возможности близки, очень близки к возможностям человеческого тела. Вот именно поэтому сначала все движения артист должен пропустить через себя, чтобы потом передать их кукле, и уже эти движения, выполненные куклой, казались бы нам реалистичными. В нашей секции преподают такие профессиональные педагоги, как Игламов Нияз, город Казань, Наталья Каминская, Москва, и Агнешка Любомира, Польша. В нашей секции более 40 участников из разных регионов России – Саха, Якутия, Тыва, также из Узбекистана есть участники, из Казахстана. Участники узнают очень для себя много полезной информации про современный театр, про режиссеров, про их нестандартные и оригинальные постановки. От участников мы получаем обратную связь в наших соцсетях, в Телеграме активно участники пишут свои отзывы, благодарственные слова о форуме в целом. И это радует, так как, несмотря на то, что форум в этом году проходит в онлайн-режиме, участники очень активно себя проявляют, записывают, фиксируют лекции. И это говорит о том, что у форума есть большое будущее. Я хотел бы выразить огромную благодарность фестивалю «Ноу Рус», который предоставил всем нам возможность поучаствовать, быть участниками такого замечательного процесса, поработать с прекрасными людьми, пообщаться. В частности, я был на классе Александра Андреяшкина, он преподавал актерское мастерство пластика. Это было 4 дня, я хочу сказать, что это были прекрасные 4 дня, которые дали огромную возможность для того, чтобы снова почувствовать свое тело, как-то переформатироваться. Огромное спасибо организаторам фестиваля за то, что они в это непростое время, время некой самоизоляции, в то время, что мы вынуждены вроде как отдалиться друг от друга в какой-то степени, но мы собрали все онлайн, в онлайн-режиме и провели и проводим сейчас прекрасное время все вместе, общаясь, насыщаясь опытом, обогащаясь. За это огромное-огромное спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok